Ну что, что мне нравится, что мы идем по графику. А раз идем по графику, у нас сейчас останется время на общение. Спасибо за эти самые записочки, заказы, они будут выполнены. Вот тот человек, который сейчас уходит туда влево, потом вернется за кинокамеру. Юрий Алексеевич, который мне сейчас дает инструкцию. Кстати, боевой морской офицер, служил на кораблях, родился в Севастополе. И скоро после нашего концерта уезжает в Севастополь. Вот, но он успеет. Чего у тебя, Наташенька? Он успеет это дело, я знаю, он всегда это быстро делает, может даже сегодня ночью или завтра. Это будет все, что мы исполняем, будет выложено в Ютубе. Знаете, как искать в Ютубе? Я не знаю. Ну, примерно набрать там Виктора Уштакова, гнездо глухаря и там дату. Вот, если там не найдется, то ищите, наберите просто в поисковике Виктор Верстаков. И там какой-то мой сайт, там тоже будет. Давайте проводим человека в Севастополе. Мои песни. Я очень много тоже, я там не родился, в отличие от Юрия Алексеевича, но для меня это было, очень много значило. Я был там в детстве, когда был в Артеке и прочее там, да. Ну, это детали уже там. Ну, могу сказать коротко, был такой лидер Коммунистической партии Италии Пальмиро Тольятти. И он взял и умер у нас прямо в Артеке, когда он, как раз была моя смена, где я там был, да. Но он не сразу умер, а сначала там у него был какой-то удар и прочее, значит. И нас всех из Артека выгнали. И нас возили по всему Крыму, да, знаешь, лишь бы мы не мешали там человеку болеть. Вот, и тогда я впервые попал в Севастополь. Потом много раз был там, ходил с боевыми кораблями оттуда и за границей, и прочее. Делал фильм про Севастополь по центральному телевидению. Песня называется «Останься в живых в Севастополе». Под графской пристанью шопу глубокой зеленой воды Еще далеко Севастополь до нашей последней беды Еще лень германские тропы полынью не все заросли Еще ты стоишь в Севастополь на краешке русской земли Еще лень германские тропы полынью не все заросли Еще ты стоишь в Севастополь на краешке русской земли Над Азией и над Европой холодные льются дожди Останься со мной в Севастополь, пожалуйста, не уходи Пусть слышен отчаянный ропот листвы на осеннем ветру Останься в живых в Севастополе, иначе я тоже умру Пусть слышен отчаянный ропот листвы на осеннем ветру Останься в живых в Севастополе, иначе я тоже умру И вот сейчас, конечно, как-то глупо петь эти старые такие ноющие песни Я думаю, ну из-за того, что мы пели вот эти песни И я в том числе там, и не только, и ансамбли пели Кстати, вот эту песню тоже пели Но так, в более бодром Я думаю, вот из-за того, допелись, в конце концов, вернулись Так, то, что было в заявках, и то, что совпадает с тем, что я записал примерно Кратчайший курс новейшей истории Афганистана Надо пояснить, что это писалось очень давно Когда еще шла афганская война, когда многое было непонятно Это написано вообще из двух частей Одна написана при жизни Брежнева Он здесь упоминается под кодовым именем Тот, кто нынче выше всех А вторую часть я дописывал уже после того, как Брежнев умер Но вот сейчас прошло много времени И я читаю уже много литературы, так сказать, научной, научной И вижу, что все я правильно написал Безусловно, дали манху мы десяток лет назад Называя Захершаха и высочество, и брат Мы ему завод плотину, мы даем ему угля Да, любили мы скотину Захершаха короля До зубов вооружили, утопили его хорон А вообще неплохо жили с этим самым Захиром И целуя с господами тот, кто нынче выше всех Заложил кирпич-фундамент под кабульский политех Но история, как средство, по весовне кирпича Где Захир, где королевство, только камень Ильича Началась другая эра, там, конечно, а не тут Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом Как с товарищем зажили с этим самым Даудом Только снова дали маху сей революционер Оказался братом Шаха и агентом ФБР Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех Целовал утрополично тот, кто нынче выше всех Но пришел конец Иудин, там, конечно, они здесь Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть И хотя мы рановато взяли принца на штыки Но целуем, словно брата Нура-Мура-Тараким Правда, дружит с Пакистаном Книги пишет грамотей Из козлы, как из кармана Много хапнул на детей И партийные разлады Непутево примерял Расстрелял, кого не надо Кого надо не стрелял Мы идейно с ним дружили Но готовили полки А вообще неплохо жили С Нуром-Муром Тараки Дали орден, дали займы И командовал сквозь смех Вира, Нур, мол, или Майна Тот, кто нынче выше всех Но кроме СССРа Был у Нура друг один Мы приветствуем премьера По фамилии Амин Задушил подлец подушкой Своего лучшего дружка И зарыл тарачью тушку Средь афганского песка Ну, конечно, телеграмму Уламин Хафизула Мы не знаем вашей драмы И у вас свои дела Но согласно узам дружбы Можем денег предложить И военного оружия Чтоб тебе спокойней жили В общем, жили мы неплохо Не с Амином до конца Расстреляв его со вздохом Посереть его дворца Сразу радио врубили Мол, афганская земля Про тебя мы не забыли Набо брака кармалян Правда, он буржуй прожжён Но парчинист и пустобрех Но ведь рукоположённый Тем, кто нынче выше всех Под надёжной охраной Посадили во дворце Где сидел он вечно пьяный С важной думой на лице Окрестили его Колей По фамилии Бобров Войск прислали, чтобы в волю Наломал в Афгане дров Но другой, кто был всех выше В нашей собственной стране Весь, как говорится, вышел И в Кремлёвской лёг к стене Мы порадовались с виду Но задумались слегка Может быть, без Леонида Здесь не нужно бобрака Долго думали однако Во все стороны поля За боброва, за бобрака За калюху кармаля Да к тому же пересменка Началась в родной земле То он дробов, то Черненко То пятно сидит в Кремле Мы для каждой той заразы Здесь ломали кучи дров Дожидаясь приказа Он пришёл, прощай, бобров Без подушки и без пули Тихо сделали дела Глядь, уже сидит в Кабуле Особис над Жигулами Правда, в университете Он учился на врача И людей на белом свете Часто резал сгоряча Возглавляя орган хада Это их не комитет В общем, всех кого там надо Эй, да-да-да-да-да-да Надо, в общем, кого-то порезал, да В остальном нормальный малый Мы с ним многое смогли Но в Кремле бедно восстало До свидания, надо Жиг А давай, верили чекушки И афгашки, кто имел В Хайратоне или в Кушке Оказавшись, не у дел В общем, вышли из Афгана, Коль приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны, Дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, Мы опять в родной стране, И трещим из пулеметов На гражданской на войне. Не дадим отныне маху, Только грустно, черт возьми, Что какого-нибудь шаха Нет между нашими людьми. А вот грех не воспользоваться ситуацией. Одни из самых героических людей в Афганистане, Это были наши военные советники. Потому что одно дело воевать среди своих войск, Все-таки думаешь, там свои помогут, да? Одно дело, другое дело, Среди вот чужих людей. Кстати, вот я не хотел рассказывать, Ну, я, по-моему, уже рассказывал, Я слетал в Сирию, посмотреть, что там за балаган творится. Ну, действительно, балаган, то, что касается Хмеймина, Там вся эта самая авиация, это все. Но я летел туда с военными советниками, И в несуществующую сирийскую армию летят наши полковники. И они понимают, что летят туда, скорее всего, умирать. Ну, пока из них, с кем я летел, по-моему, только один погиб, Но, возможно, уже и больше. Песня про военного советника Виктор Дмитриевич Жуков. Он сегодня у нас присутствует. Виктор Дмитриевич, не помнишь, как эта песня начинается? Да, был такой уже, он уже вернулся из Афганистана И поменял место службы, его из Москвы сослали в Питер. Вот мы его провожали, и я написал песню специально. Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть на ночь попил мне чайку. В окошко уставился жука, советник в афганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре Волгу взбунтовали солдаты И ждали его во дворе. И вышел военный советник Небрежный ремень и ребян. А там под ремнем пистолетик Девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы И пятились по одному. Советник страшнее приказа Они подчинились ему. Своим пистолетикам малым Сарбазов погнал он вперед Туда, где за каждым дувалом Мятежный строчил пулемет. И шли, приебаясь от страха Судьбу проклинали, но шли Советник страшнее Аллахом Когда он из русской земли Так что ж ты, советник, не весел В экспрессе Москва-Ленинград Мир тот же из крови и песен Как года четыре назад Не ты уезжаешь в разлуку А мы с тобой разлучены У меня в песне было Спи, Виктор Дмитрий, ведь жука Советник советской страны Виктор Дмитрий, может не будешь спать Витя Скажи нам пару слов Я не буду рассказывать все Потому что это будет слишком страшно Но вот этот человек испытал все Дорогие друзья Ну я хотел не о себе сказать Вы знаете В этом клубе я уже не первый раз Вот, и Виктор Глебович Верстаков Вот, и другие барды Здесь исполняют свои песни Исполняют они это, делают от души Вот, вы знаете И они в нас, у нас Тех, кто что-то видел Кого-то убивал Врагов, конечно Воспитывают нормальные Человеческие чувства Тепло, доброту Вот, любовь к людям Это то, что нас, людей Отличает от скотов Извините за грубое выражение И поэтому, дай Бог Что есть такие люди Которые поют песни такие Вот, заставляют нас Вспоминать прошлое Именно заставляют Будоражат в нас В наших душах То, что происходит сегодня И как-то делают Такие черты Напоминания о том Что, наверное, что-то будет В будущем и хорошо Дай Бог Нашим песенникам И в первую очередь Виктору Глебовичу За то, что он есть За то, что он пишет Песни За то, что он писал прозу Кстати, он об афганцах Много написал Ветя, дай Бог тебе здоровья Держись, брат АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Машка, у тебя слишком хороший слух. Ладно, ну мы так договорились, что на скидку то, что закажут. Сейчас вспомнили Хабарова, да, как раз они друзья с Виктором Дмитриевичем Жилковым. Это есть, знаете, есть десантники, Герои Советского Союза, и они молодцы, хотя, может быть, и не все, потому что были разнарядки, что нужно от такого-то им. А есть люди, которым не дали Героя Советского Союза, но в десанте они считаются героями, в том числе и Леонид Васильевич Хабаров, который, кстати, еще до сих пор сидит под условным сроком, хотя его отпустили домой, но без права там выезжать куда-то за попытку государственного переворота. Никакой попытки, естественно, не было, да, но у него обнаружили дома ампулу с промидором, промидол такой есть, но афганцы это знают, это обезболивающие средства, вот, ну, и еще кое-что там по мелочам. Я сейчас никого ничего не оправдываю, никого ничего не ругаю, знаете. Его из тюрьмы уже выпустили, он уже там не сидит, но что-то все равно здесь у нас нечистая история. Короче говоря, сейчас любимая песня Хабарова там. Если я смогу ее вспомнить, я сегодня к ней не готовился. Называется «Последний поход». Разорван погон под ремнем автомата И стерло стельняшно на левой груди Прошли по ущелью, спустились в долину Поднялись оттуда на горный хребет В бою разделившись на две половины Оставшихся здесь и оставивших свет Пошли по хребту, по горящему склону Фронтальной атакою взяв перевал И снова Господь перестроил колонну И с двух одного в небеса отозвал Пошли с перевала по тропам овечьим По минным ловушкам под скрестным огнем Внезапно сверкавшим сиянием вечным Ребятам, с которыми рядом идем Спустились по тропам на горная плата Легко нам загадывать, нечет, печет Один из нас в небо взметнется крылатом Другого навеки земля привлечет Разорван погон под ремнем автомата И стерлась тельняшка на левой груди А сердце колотится невиноватом Во всем, что за нами и что впереди Ну, надо порадовать моих однокашников Песня, которая тоже была еще давно написана Песня про то, как можно победить в ядерной войне Тогда были модные песни Песни протеста, так сказать Против ядера на войне и прочее Но одновременно, как можно победить Я в ней использовал считалку из книжки про Незнайку Эни бени рест винтер финтер жест Эни бени рябот винтер финтер жаба Прочитайте, кстати, про Незнайку Есть даже легенда, что, по крайней мере, по внешности Он списан с меня Что художник, да, по-моему, Солнцева была фамилия Но он это самое носил, мне на руках Говорил, что я нарисую, не знаю, таким же ушастым Как вот это самое Мы собрались на пельмени Мозговой армейский трест Эни бени, эни бени, эни бени рест Все разведчики из Интер повскакали с мест Что решим мы твинтер финтер, твинтер финтер жест А с Лубянки едут танки, эни бени фыр Вы, мол, тише, чтоб загранки думали про мир Вот мы съели, вот мы съели, выпили в присест Эни бени окосели твинтер финтер жест Мы сейчас еще по разу, эни бени ух И крылатые заразы твинтер финтер бух А потом и всяких лекций чуть добавим шток Их мобильные мэксы, эни бени сток Ну, а трайдент и подлодки твинтер финтер буль Мы заманим русской водкой на мель в Ливерпуль Вот они и без триады, эни бени мель А у нас с вином порядок и пивко в уме И с горючей этой смесью твинтер финтер Мать, мы в Нью-Йорк, мол, выпьем вместе Хватит воевать Вот как можно эни бени вывести мир из тьмы Если сядут за пельмени светлые умы Из заявок была Я просто боюсь, что у меня голос сядет Я сейчас ее попытаюсь петь Это называется «Афганские гарнизоны» Это, конечно, не все афганские гарнизоны Но тем, про которые немного что-то знали С ташкентской пересылкою Последнюю бутылкою просились И Айдан воздушным сообщением Другое измерение в другие города За Кабу, Кабу, Тереса в Гу До рулямар, где чуть живой От скуки штаб сороковой Аэродром небесный да гром Там девчакушкаю и прапорщик с ведром Жил лалабак, волшебный сад Меж двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой Спим на часах с бычком в усах И вертолетный полк витает в небесах Кундуз, кундуз, не хватит мус Чтобы поэта вдохновить Тебя прекрасным объявить Зимой мороз и свой понос И круглый год жить или не жить Один вопрос, пулих умри Тут хоть умри Но вечно глина под ногой И вечно мина под другой И каждый час пугает нас Рванувшись дурно Складок боец за пас Газни-газни Кругом огни Бьют пышака издалека И миномет из бугорка Бери за умом Гони ханумом Без темноты Она не стоит этих сумм Гордес, гордес Пыли до небес Качают духи головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли В такой пыли Мы сами духи Продохнуть бы не смогли И Кондагар Сплошной угар На черной площади броня Горит среди ночи и средня Но за углом Аэродромом Где нас не взять Где ждет нас Прапорщик с ведром Почему нынче вспомнились мне Где ветра Где снега Где пески Далеко, далеко На войне Где мы были Как братья близки Пролетали в ночи Трассера Разноцветные звезды Войны И нам снились В горах До утра Ледяные Солдатские Сны Вот сижу Над рекою Москвой На гитаре В охотной Принчу Я с войны Возвратился Живой Я войну Но вспоминать Не хочу Остывает Уха В котелке Не допито Во фляге Вино И сползают Слеза По щеке Что Увидеться Нам Не дано И опять Вспоминаются Мне Те ветра Те снега Те пески Далеко Далеко На войне Где мы Были Как братья Близки Далеко Далеко На войне Где мы Были Как братьям близким В отличие от моего любимого Игоря Морозова Я действительно очень люблю Считаю, что это основоположник Афганской серьезной песни Потому что до этого был Йора Кирсанов, которого я не меньше люблю Но он дал как бы Дух Афганистана Морозов дал смысл А я как-то так Между ними болтаюсь Вот Но сейчас вспоминаю Игорек Я его все, когда Здесь присутствую на выступлениях Я обычно отчасти напиваюсь И начинаю кричать Чтобы он пел свои песни Так называемую классику А ему хочется там вообще так широко И он часто поет чужие песни Я все, что пою И сегодня, это все мои песни Но вот это одна песня Которую я написал не один, а вместе с своим братом Старший брат, он у меня тоже поэт Член службы писателей Печатается под псевдонимом Владимир Урусов Зачем-то взял псевдоним Ну ладно Ну вот я ему как-то однажды Пожаловался как старшему брату Говорю, Вовка, ну что такое Вот сколько я песен написал Не могу написать такую песню Которую вообще всю бы военную службу Взяла бы там Как бы обнимала и описывала И мы решили с ним вместе написать И вот что получилось В хэбэ беззащитного цвета Предродиной вечно в долгу Могу покорить всю планету А выпить в строю не могу Заряд в заряднике, снаряд в снаряднике Штыки в штакетнике, патрон в стволе Судьба фатальная, смерть моментальная Душа в отдушине, а я в земле Защитник великой державы Я мир на земле берегу Стреляю налево, направо А выпить в строю не могу Заряд в заряднике, снаряд в снаряднике Штыки в штакетнике, патрон в стволе Судьба фатальная, смерть моментальная Душа в отдушине, а я в земле Снаряд в снаряднике, снаряд в снаряднике Штыки в штакетнике, патрон в стволе Судьба фатальная, смерть моментальная Душа в отдушине, а я в земле Ну, это, наверное, от моих семинаристов поступила заявка Здесь девчонки из Твери, молодые, красивые А когда мы с ними встречались, они были еще моложе Хотя и менее красивые С годами женщины, что улучшаются И они заказали, наверное, они, может, не они, да? Вика, не ты? Оля, не ты? Называется песня преподавателя литературного института Как же она начинается? А не помню, как начинается? О, Света, ты все помнишь? А, это я заказал, да? А я на них согрел В эту осень В эту осень В эту осень Сейчас В эту осень В эту осень Душа такое В эту осень В эту осень В эту осень Нет, ну, придется попозже Ты знаешь, это как-то очень трудно После военных На литературную Я, может, потом успею Что там Ржет Да Да Ну, это не моя песня, надеюсь, нет? Да, да, да Ты не помнишь Ладно Совсем не Вот Провожали мы в Афганистан Такого Тимура Гайдара Хочу, чтобы вспомнили Все помнят этого Ну, да, я с ним вместе рос Там, это он был чуть помладше Там Балбес, болезненный парень Женился на Машке Стругацкой Дурак Ран Умер Егор Кагайдар, да? И вот сейчас все там Егор Гайдар Да это, в общем-то, был никто Это был болезненный мальчик Такой, это самое Достаточно безвольный Это была кукла Игрушка А вот отец у него Тимур Гайдар Помните Тимурову команду, да? Десять лет Тимур Гайдар Был моим начальником Это было в очень интересное время И вот я уже дважды был в Афганистане А он еще туда не ездил И потом, значит, он поехал Говорит, Витя, напиши песню Чтобы мне хотелось вернуться живым там Да-да-да-да-да Я написал песню Сейчас ее спою Уехал же в Афганистан Он видел очень много стран Тогда чего Он и там не видел Там миллионы мусульман Там миллиарды мусульман Там сорок тысяч мусульман В готовом виде Не за свою эндэ и ба Вся эта странная толпа Надо не у пять раз творить намаз Но были слухи Что у кармаля бобрака Есть кто-то преданный в ЦК Один мулайский шлака И две старухи Уехал шеф в Афганистан А там Колым А там Коран Там не гуляй по вечерам Там феодально Там разговор ведут Чуть свет То пулемет То пистолет А у него оружия нет Он шеф лояльный Уехал шеф за гиндукуш А там война идет к тому ж Плюс девалюация И прочие напасти Но не в беда Не в первый раз За рубежами шеф у нас А двадцать дней пройдут как час И снова здрасте Но трудно удержаться Бывший И первый наш госпиталь В Кабуле был Шахских конюшнях Ну шах или король У них примерно Это синонимы были Песня называлась Королевских конюшнях В королевских конюшнях Метра нет для коня Медсестра на раскладушку Принесла для меня Очень трудно Голубки в коридорах Где сплошь В стык обрубках К обрубку Полегла молодежь Вертолетчик без правы Минометчик без двух На повязках кровавых Ничего кроме мух Отыскала местечко В самом дальнем углу Где десантник Навечно задремал на полу Унесли бедолагу Положили меня Я отсюда не шаг Я спокойней коня Ведь от ног до бакушки Весь я гипсовым стал И не надо в подушке Разве что И не стал Медсестра Медсестричка Что ж ты слезоньки льешь Как же ты без привычки Здесь в конюшнях живешь В королевских конюшнях В госпитальном чаду В наркотичном спиртушном Матершинном гряду Если чудо случится Если снова срастусь Дай свой адрес, сестрица Может быть, пригожусь На коне воскресну Все равно хоть часом Проживу на чудесной Поглядев адресом В королевских конюшнях Метра нет для коня Медсестра мою душу Унесла от меня Медсестра мою душу Если у кого-то очень тонкий музыкальный слух Тут можешь пойти покурить Заявка была Я подозреваю, что это от кого-то Из наших родственников Дело в том, что почти в эти дни Три года назад я потерял жену Сегодня присутствуют Ее младшие сестры Думаю, что они заказали Но, девчонки, и без этого Я здесь эту песню пел Но я ее с удовольствием повторю Называется Платформа серп и молот А та, где платформа серп и молот Кто знает, это по Курской дороге От Курского зала Это бывшая застава Ильича И кровь уже не горяча И дух уже не молот И вдруг застава Ильича Платформа серп и молот Случайным ветром Занесла служебная забота Быть может, в вере Не крыло устало от полета Стучу ладонью о кулак В неизъяснимом раже Куда лечу, не знаю, как Не оглянувшись даже На счеты низкой павильон С обитой жестью печкой Пускай не сохранился он Я укажу местечко А как звенели провода Над павильоном этим Как мы гадали в те года Кого на даче встретим Прощай застава Ильича В последней электричке Плечом касаемся плеча Краснее снеговички В ту зиму лютую Никто не наезжал на дачу Моя жене, твое пальто Простыночки в придачу Не засыпали ни на час Еще не веря в руды Что впереди весна у нас Что лето на подходе А если это было так А так огонь и было Зачем ладонью о кулак стучу Что станет силой И кровь уже не горяча И дух уже не молот И все же застава Ильича Платформа сел и молот Братцы, я и так не успею заявки Ну-ка, ну-ка, ну-ка Нам нечего больше терять А то я спою Были когда-то ему офицеры Это очень сложно Ну, Спроси пустыню я обычно не люблю петь Потому что я считаю, что Михаил Муромов написал гораздо лучше Чем у меня Ну, раз люди просят А как это начинается? Как-как? Попробую вспомнить Но не гарантирую Опять жар Ну, вот просто иногда Бардовские варианты, да А кто-то на него пишет, так сказать Композиторские варианты И мне вот тот вариант больше нравится Ну, ладно, ну, попробуй Опять жара За шестьдесят Пески взметнулись И висят И лезет в бронетранспортер Как полыхающий костер Выхватывали из огня Мои комплект шестого дня А сколько их еще? Спроси пустыню Прошла минута Нет, ребята При всем уважении Меня сбивает Он, кстати, меня потрясает Яблоки на снегу Хреновая песня А без конца, так сказать Она звучит, да? А вот Спроси пустыню Он отличную песню Написал Миша Муром Она не звучит То есть Кто-то нас до сих пор не любит Раз не ставит Это самое Не буду пока Спроси пустыню Отличную Не, Серега Королева Британии Все сами Знаем Нет, ребята Варианты Наверное Ладно Что мы на одном Афганистане Зацикали Тоже в серии пел Но там Ребята запуганные Кстати Чтобы мы это знали Все-то Все хорошо Понимаешь Все это Очень какая-то Калька Из американских Фильмов То есть Решили сделать Как в Америке Вот такую же Авиабазу Все такие же А ребята запуганные Вот с ними Начинаешь говорить Они говорят А можно отойдем В сторону Я говорю Давай отойдем А можно Отойдем От столба Я говорю А что от столба Говорит Да здесь все Прослушать Говорит Чтобы вот так Откорять И в том числе Вот с песнями Ребята не знают Как типа Реагировать Потом потихоньку Подходят А вы еще Петь будете А вы можете Так нам Спеть там Солдатам Что вот это Типа не слышали Ну еду Дожили В Афгане Вообще ничего Не боялись Умирать Так умирать Ну ладно Это не к тому Я не против Сирии Это хорошо Хотя В принципе Чего мы там Добились Мы этот ИГИЛ Перегнали В Афганистан Нам это лучше Из Афганистана Этот ИГИЛ Он гораздо легче Придет к нам Потом Тут тоже Очень много Конечно Я понимаю Там Это нефтяные Вопросы Еще Прочее Там Вот И Не тех людей Герои мы делали Да Ну дали Герои России Ну парня Сбили на самолете Ракеты Ну ладно Там Это совсем Бывает Мы сейчас сидим И бац Не дай бог И что Нам всем давать Героям Советского союза Что ли А вертолетчики Которых Их спасали Один вертолет Сбили Ими Восьмой А второй Которых Действительно Реально Всех Их спас Он забрал Экипаж Сбитого Вертолета Забрал Вот этого Второго Летчика Еще забрал Ребята Спецназа Которые Высадились Из того Вертолета Потом Когда он Прилетел В этот Хминнин Долбанный И сел Там К нему Боялись Подходить Несколько дней Потому что Очень сильно Пахло керосином Он был Весь Пробит Все Движки Я что-то Не слышал Чтобы Вот этим Летчикам Из того Восьмого Которые В общем-то Истинные Герои Дали Герои Песня Называется Куплеты Капитана Из Чечни Вот и Служебный Рост На погонах Восемь Звезд Охожу Все Годы В командирах Взвода Я Меня По кругу Бил У словного Врага Но с годами Чаще Враг Был Настоящий Я в Абхазии Бывал В Приднестровье Воевал Я верхом На танке Ездил Под В таганке Я стоял На рубеже Спал С овшами В блиндаже Я копал Окопы Посреди Европы Мне давала Ордена Удивленная Страна Умный Мол Ворует А дурак Воюет Я не робок И не слаб Я отнюдь Не против баб Но С моим окладом Им Меня Не надо Я под вечер Или в ночь Выпить водочки Не прочь Это тоже Дело Если нет Обстрела В общем Я Такой Как вы Из Тамбогли Москвы Разве Что Контужен И Никому Не Нужен Так Время Мы с вами За расходы Но давайте Еще Пару Песен Оставим До 19 Ноября А про королеву Британии Тоже Оставим 19 Сопадает Как раз Будет Суббота И давайте Думать Широко Отметим Этот день Но мы Будем петь И военные И ракеты Хочешь ли заявки Все Попытаюсь Спеть Вряд ли Удастся В эту Осень Бабье Летом Нет 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 Мне Мне Сумма Интересно В эту Осень Бабье Это называется Песня Преподавателя Литературного Института В эту Осень Бабье Летом Перепутал Я с Мужским И зачем Сдалось Мне Это Для Чего Я Стал Таким Перед Юною Девицей Я Дрожу Как На Ветру Дайте Огненной Водице А не То Совсем Умру Я Гуляю По Бульварам Я Гадаю Свои Топчу Я Опять Хочу Быть Старым Разлюбить Ее Хочу Осеннюю Заразу Из Ее Весенних Глаз Ладно Младше Быв Два Раза Но Зачем Мне Третий Раз Я Люблю Преподавание Но Не Мысли Латаком Обучаю Словаю И Владень И Меня Охватит Проза Мой Литературный Труд Дверь Вахмутья Гберматина Я Захлопну До Весны И Начну Смотреть Картины Про Заические Сны Мне Бы Лишь Остановиться Позабыть Что Я Знаком С С Этой Огненной Девицей Овладевшей Языком Ну вот Последняя Песня По заказу Но я бы Ее Спел Вика Последняя Это Мои Семинаристки Значит Еще Помните А мы Ее Разве Пели Где В Гусьхрусталин Был Семинар Да Песня Посвящена Вадиму Венемичу Кожену Валерьяновичу Кожену Вадиму Валерьяновичу Кожену Каждое выступление Я хочу заканчивать Эту фамилию Он умер Сколько уже прошло Лет Десять назад Пятаться Да Пятаться Вот Если увидите Книжку Они сейчас Печатают Где написано Вадим Кожен Покупайте Потому что Там Вся история От древности До современной И История Философия И прочее Ему вот эта песня Очень нравилась Мне нравится Ее петь Чтобы вспоминать От боя До боя Недолго Николад Калиш И не спят А что нам Терять Кроме Долго Нам Нечего Больше Терять А что нам Терять Кроме Долго Нам Нечего Больше Терять И пусть На пространствах Державы Весь фронт Наш Незримый Опять А что нам Терять Кроме Славы Нам Нечего Больше Терять Терять А что нам Терять Кроме Славы Нам Нечего Больше Терять Пилотки И волосы Серым Но Выпилась Белая Прядь А что нам Терять Кроме Веры Нам Нечего Больше Терять А что нам Терять Кроме Веры Нам Нечего Больше Терять Звезда Из Некрашенной Жести Восходит Ном М Galile Что нам Терять Кроме Чести Нам Нечего Больше Терять А что нам Терять Кроме Чести Нам Нечего Больше Терять В короткую песню не верьте Нам вечная песня подстать Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять Спасибо! У нас сейчас осталось время выпить, пообщаться